Афанасий Никитин, это одна из известнейших личностей в истории России, автор знаменитых путевых заметок хождения, за три моря, вошедших в историю государства российского Карамзина. Мореплаватель и торговец, он был первым европейцем, побывавшим в Индии, причем совершил он свое путешествие в эту восточную страну, за четверть века до другого известного мореплавателя, португальца Васко Дагама. О ранних годах путешественника известно невероятно мало, вплоть до отсутствия точной даты его появления на свет. Родился Афанасий в Твери, семье никому неизвестного крестьянина по имени Никита. Не избрав для себя путь своего отца, Афанасий стал купцом и по роду выбранного ремесла побывал во многих странах. Торговля шла вполне успешно, и Афанасий получил от великого князя Тверского грамоту, по которой он мог наладить обширную торговлю в районе современной Астрахани. Тщательно продумав маршрут, весной 1468 года, Афанасий выдвинулся водным путем к Нижнему Новгороду. Прибыв туда, купец должен был присоединиться к русскому посольству, но не успел, поэтому был вынужден продолжить путь вместе с послом Ширванского государства. Однако беда настигла экспедицию неподалеку от Астрахани, разбойники разграбили караван, а одно из суден вовсе потопили. Во время дальнейшего пути, они потеряли еще несколько судов, разбившихся во время шторма. Хождение за три моря, или самое известное путешествие Афанасия Никитина. Из-за сложившихся обстоятельств Афанасию и его команде пришлось отправиться в Дербент, чтобы придумать, что делать дальше, ведь на родине их ждали долговые обязательства за потерянный товар. Именно тогда к нему на ум пришла мысль отправиться в торговую экспедицию, которую он и опишет в знаменитом хождении. Из Дербента экспедиция отправляется в Персию, а уже оттуда на пересечение множества торговых маршрутов Малой Азии и Египта, Индии и Китая, Порт Армуз. Надеясь продать жеребца редкой и дорогой породы, Афанасий отправляется в неисследованные ранее, но отмеченные на карте земли Индии. И хоть намеченную цель не удалось исполнить, конь был продан с убытком, а найти товары, которые он мог бы выгодно продать в России, он не смог, купец ознакомился с культурой и бытом индусов, с их религией и верованиями. Затем Афанасий посещает восточное побережье Африки, оттуда через Иран он выдвинулся в Турцию, где из-за военного положения его арестовывают как иранского шпиона. Лишь в 1474 году ему удается добраться до Феодосии, откуда он, перезимовав, решает возвращаться в родную Тверь. Однако пути его было суждено оборваться в Смоленске, где он скончался при невыясненных обстоятельствах.